Кинокомпания «Метро Голдвенмайер» представляет. Бастер Киттон в фильме «Гостиная, спальня, ванная». При участии Шарлотты Гринвуд, Реджинальда Денни и Клиффа Эдвардса. Производство Бастера Киттона. Режиссёр Эдвард Цеджевик. По пьесе Чарльза Белла и Марка Суона. Автор сценария Ричард Шейер. Художник Седрик Гиббонс. Оператор Леонард Смит. В фильме снимались Дороти Кристи, Джон Пирс, Салли Эйлерс, Натали Мурхит, Эдвард Брофи, Уолтер Мерил и Сидни Брейси. Джинни, давай, наконец поженимся. Джефф, я говорила тебе тысячу раз, я не выйду замуж раньше Энджи. Она не становится моложе, пора ей понять. Она на четыре года старше меня. Если я выйду замуж, её назовут старой девой, и никто на ней не женится. Да, тем временем нам приходится ждать. Смотри, она с Берти. Прости, Берти, я решила, что не выйду за тебя. Но почему? Почему ты всё меняешь? То есть, разрушаешь? Не надо ничего уточнять. Уточнять? Кто я? Осёл или дурак набитый? Я бы не сказала, что ты дурак. Ты не можешь судить о муже покупальному костюму. Нет. Но можно получить некоторое представление. Нет. Похоже, и этот не подошёл. Оставь её в покое. Она найдёт себе пару. До этого мы не доживём. Чем не подошёл Джек Питерс? Она не видит в нём романтики. Ей нужен тот, в ком она никогда не будет уверена. Вот как. Чем же её не устроил Джордж Уотерс? У него целомудренный вид. Чушь. Вот что. Я не позволю ей мешать нашему счастью. Джефф! Не позволю. Мы поженимся на следующей неделе. Но, Джефф! Знаешь что? Я сам женюсь на Энджи. Что? Отравлю её и женюсь на тебе. Куда ты? Куда я? За ядом. Пора. Мне нужно успеть на поезд. Фред. Ты думаешь только о делах. Муж должен хоть одну ночь в неделю быть с женой. Отцепись. Это моя жена. Я думал, что моя. Ничего себе. Надеюсь, когда меня нет, ты... Не взгляну на другого. Послушай свою жёнушку. Не оставляй её одну. Опять ты за своё. Терпеть этого не могу. Милая, опять броняца. Энджи, у него дела каждую ночь. Тебе бы это понравилось? Уверена, что дела? Нет. Мне бы понравилось. Если бы я ревновала мужа, я бы усылала его куда-нибудь, чтобы испытать восторг после его возвращения. Ты говоришь глупости. А если бы я уходила куда-то по ночам? Не будешь против, если парень окажется красивым? Ну, нет, я получу колоссальное удовольствие, когда сверну ему шею. Прощай. До свидания, Фред. До свидания. Чем больше вижу мужчин, тем больше люблю свою собаку. Не ждите меня. Идите обедать. Удачи тебе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Осторожно. Эй, ты цел? Ответь мне. Ты цел? Говори. Помогите мне. Вызовите врача. Помогите мне. На помощь. Вызовите врача. Помогите. Бедняжка. У него такое печальное лицо. Как можно быть таким неосторожным? Он может умереть. Ничего, ничего. Не нужно унывать. Смотрите, что это? Гвоздики. Посмотрим, нет ли еще. Легче, 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 легче. Ну что ж, рана глубокая, но трещины нет. Вероятно, у него сотрясение мозга. Ему нужны отдых и покой. Наймите сиделку. А я не подойду. Я смогу хорошо позаботиться об этом, бедняжке. Если вы этого хотите, мисс Эмбри, я спущусь вниз и выпишу вам рецепты. Интересно, кто он. Похоже, он любил и страдал. Он приходит в себя. С вами произошел несчастный случай. Вы в моем доме. Не волнуйтесь. Вы скоро поправитесь. Я о вас позабочусь. Я уйду ненадолго. Посмотрю, какие предписания сделал доктор. Пойдем, Джинни, ты мне нужна. Джефф, дорогой, побудь с ним. Присмотри за ним. Пойдем, Джинни. Послушаем, что скажет доктор. Мне ужасно жаль, старик. Это я тебя сбил. Но ты не смотрел, куда идешь. Я смотрел на нее. Я тебя не виню. Но что ты о ней подумал, когда я ее увидел? Что она прекрасна? Как тебя зовут? Реджинальд Ирвинг. Чем занимаешься? Объявлениями. Что? Объявлениями. Я вешаю объявления на телеграфные столбы и заборы. О, я понимаю. Ты занимаешься рекламой. Да. Ты женат? Нет. Ты имел когда-нибудь дело с женщинами? Я продавал им пылесосы. Нет. Вступал ли ты в любовные отношения с женщиной? Не вступал. И не собираешься? Не могу. У меня зарплата только в субботу. Деньги тебе не понадобятся. Тебе нравится, мисс Эмбри? Та леди, которая была здесь? Она изумительная. Ты хочешь узнать ее получше? Я мог бы устроить так, чтобы она стала матерью твоих детей. Ставьте компрессы, и через пару дней он поправится. Спасибо, доктор. До свидания. Я позабочусь о пациенте. Итак, я узнал, кто наш пациент. Правда? Не догадаетесь. Кто он? Не напускай таинственности. Реджи Ирвинг. Реджи Ирвинг? Тот самый Реджи Ирвинг. Я его не знаю. Не знаешь Реджи, великого бродягу? Он вор, и поэтому в бегах? Нет, вряд ли. Его лучше знают в Лондоне и Париже. Я удивлен, что ты не слышал о нем. Я тоже не слышала о нем. Послушайте, он столько раз разводился, что адвокаты Франции рыдали, когда он уехал. Неправда. Правда. Нет. Реджи Ирвинг. Чертенок. У него такое невинное выражение лица. Невинное? Специально напускает. Его одежда – это маскировка. Наверное, шел на свидание к одной из ваших соседок. Интересно, кто это? Он самый худший тип. Змеи-искусители. Извини. Что ты хочешь делать? Что хочу делать? Вызвать скорую. Не смей, доктор сказал, что ему нужен покой. Иначе нельзя. Что скажут люди? Не будь глупцом. Я смогу с ним справиться. А Джинни? Она в него влюбится? Я этого не вынесу. Я позабочусь о Джинни. Поступай, как знаешь. Я тебя предупредил. Предупредил меня? Ты меня заинтриговал. Войдите. Леди к мистеру Ирвингу. Он никого не хочет видеть. Меня он захочет видеть. Реджи! Мой бедный, дорогой Реджи! Ужасно видеть тебя, лежащим здесь. Боже! Что это? Овсянка! Поскорее уберите это. Он ненавидит овсянку. А я считаю. Вы полагаете, что я не знаю, что он ест на завтрак? Реджи! Реджи! Узнаёшь меня? Это твоя Гвенни. Твоя маленькая Гвенни. Значит, это правда, что мне сказали? Он потерял память. О, Реджи! Реджи! Послушайте, прошу вас уйти, вы его беспокоите. Хорошо, сестра. Когда ты снова встанешь на ноги, вспомни, что мои руки ждут тебя. Дорогой мой. Две леди, к мистеру Ирвингу. Реджи, дорогой! Реджи, мой дорогой! Я пришла, как только узнала. Бедняжка, как ты себя чувствуешь? Моё сокровище! Убери свои руки от моего сокровища! Мой бедняжка Реджи! Убери свои руки! Реджи! Мой милый! Мой милый! Мой дорогой! Тебе удалось? Норма Шереш не сделала бы лучше. Молодец! Пятьдесят сверху. Стоп, стоп, стоп! Больше я этого не потерплю. Мистер Ирвинг находится в моём доме. У него поднимется температура. Уходите! Что касается тебя, я посажу тебя в тюрьму за нарушение обещания. Уходите! Остановите его. Я заплачу 50 долларов. Остановите его. Остановите его. Теперь ты попался. Так, так. Держи его. Брось эти грабли. Он мне нужен живой. Дайте его мне. Дайте мне. Его убили? С ним всё в порядке. Расплачусь с вами позже. Ему нужны отдых и покой, Мари. Никто не должен к нему входить и его беспокоить. Да, мисс. Джинни, я на тебя рассчитываю. Не нужно мне это повторять. Привет, милый. Как дела? Привет, милая. У меня для тебя есть новости. Правда? Да. Кажется, Энджи потеряла голову из-за этой козявки. Правда? Да. Знаешь, она никого к нему не пускает. Я знаю, почему. Она собирается развлечься с этой скотиной. В чём дело, милый? Я поправил занавески. Ясно. Плохо висят. Я пойду наверх. Я поправлю занавески. Хорошо. Если подует ветер, они свалятся. Иди переоденься, а я их поправлю. Эй, что я вам сказал? Не бейте. Он мне нужен живой. Поживей. Держите, сэр. Уходите, уходите. Я расплачусь с вами позже. Пока, ребята. Не забудь убрать эти стаканы, Бриджит. И будь очень осторожной. Привет, Хоррис. Как дела? Неплохо. Спасибо. Рад видеть тебя. Что я могу сделать для вас? Ничего, спасибо. Отличная у тебя кладовка. Спасибо. Рад за тебя. Спасибо. Привет, Хоррис. Рад встрече. Я очень рад, что ты еще с нами. Я здоров. Надеюсь, ты тоже. Весна. Хороший день. До свидания. Что там происходит? Кара Вене сидела на террасе парижского отеля и смотрела на... Я боялась, что эти крики его разбудят. Все в порядке. Я усыпляю его чтением. Официант увидел ее, подошел к ней и склонился над ней. Мадам, что-нибудь желаю? Да. Он тяжело дышит? Правда? Это чудесно. Лихорадка идет на убыль. Будучи официантом, он ждал. Но будучи... Интеллигентным официантом... Это просто легкое раздражение. Будучи интеллигентным официантом, он ждал не очень долго. И он... Ток... Нет. Он этого не делал. И он покинул террасу. Прекрасное платье. Энджи скоро спустится? Да, я хочу видеть, Энджи. Ты видела этот номер социальных слухов? Нет. Там снова пишут о ней и Реджи Ирвинге. Мы знали, что будет много разбитых сердец, когда объявили о помолвке Реджи Ирвинга и Анжелике Эмбри. Но мы не знали, что потребуется объяснение будущего жениха относительно его ужина в прошлый понедельник в отеле «Прибрежный» с никой, разведенной блондинкой из Лонг-Айленда. Лила, это ужасно. За неделю до свадьбы, Энджи думает, что я строю глазки её ужасному коротышке. А теперь эта гадкая газетёнка обвиняет меня в том, что я составила ему компанию. Безобразие. А тебя там не было, дорогая. Слава богу, у меня есть алиби. Джефф! Не волнуйся. Я потребую у Реджи извинений. Сделай это. Ради Энджи. Я надеюсь, что это неправда. Извини меня. Ну, как дела? Ужасно. Ужасно? Что случилось? Она стоит 8 миллионов долларов. И что в этом ужасного? Я никогда не женивсь на женщине из-за денег. Ну, что с тобой такое? Ты управляешь её поместьем. Через неделю вы поженитесь. Я должен ей сказать, что я не тот, за кого она меня принимает. Слушай. Сделаешь это, и я! Вот ты где, дорогой. Дорогой, ты не должен работать так много. Мы пьём чай на террасе. Присоединись к нам. Подожди, Анжелика. Нужно поговорить. Конечно, дорогой. В чём дело? Мне нужно кое-что сказать тебе. Наедине. Я знаю, что ты скажешь. Ты скажешь, как сильно любишь меня и как ты счастлив. А если я скажу, что я не тот, за кого ты меня принимаешь, что я не знаю этих женщин, и ни с одной из них не встречался. Гадкий, гадкий мальчик. Так я тебе и поверила. Нет, дорогой. Меня волнует не твоё прошлое, а твоё будущее и настоящее. Пока, любимый. Всё напрасно. Она мне не поверит? Дурак. Дурак. Хочешь всё испортить? Подумай о том, как это важно для меня. Будешь терпеть, пока мы с Джинни не поженимся. А потом, если ты намерен разрушить две жизни, поступай, как знаешь. Но пока. Терпи. Терпи. На простофилю, на котором ты помешалась, я бы не обратила внимания. Разумеется. Но многие красивые женщины обращают внимание. К тому же он не простофиля. Если бы он остался наедине с красивой женщиной в тёмной комнате, он бы умер. Это Фредди. Привет, Фред. Как я рада. Как ты узнал, что я здесь? Я позвоню. Привет, Энджи. Привет, Джинни. Привет. Ты останешься на чай, Фред? Спасибо, не могу. Фред. Прости, Нита. Я должен уехать из города. Я зашёл попрощаться. Возьми меня с собой. Не могу, дорогая. Это... бизнес. Опять бизнес. Наверное, вы оба хотели бы попрощаться наедине. Пойдём, Джинни. Это бизнес, дорогая. Бизнес. Мистер Ирвинг, это вы принесли эту скандальную статью? Нет. Вы объяснили Энджи, что это неправда? А что толку объяснять? Она считает меня негодяем, но я не негодяй. Ей достаточно взглянуть на вас, чтобы понять, что когда вы остаётесь с женщиной наедине... Мы ничем не рискуем. Однажды я остался дома наедине с очень красивой французской горничной. Она пыталась меня поцеловать, она пекла пирог. И что вы сделали? Съел пирог. Но это ужасно. Все подумают, что я была здесь, и что вы обнимали меня и... целовали. Я бы не сумел. Почему? У вас никогда не бывает таких желаний? Желания бывают, но я не знаю, как их осуществить. Лила, извини за одну только мысль, что такое может быть. При всём твоём благоразуме остаться наедине с этим дураком. Значит, ты слышала? Да, и я этому рада. Энджи, что случилось? Ничего. В этом всё и дело. С Рэджи ничего не случается. Он даже не мужчина. Не мужчина. Ещё какой? Даже Эйнштейн не смог бы уверить меня в этом. Видишь, что ты наделал, дурак? Я еле сдерживаю себя. Я не знал, что она подслушивает. Ты идиот. Ты испортил всё дело. Нужно что-то предпринять, иначе всё пропало. Хорошо бы так было. Надоело быть негодяем. Стой, я знаю. Я знаю. Тебя поймают с поличным. Я буду проходимцем? Нет. Сегодня ты проведёшь ночь с женщиной. Я нервничаю. Пусть это будет завтра ночью. Нет, сегодня. С какой женщиной? Какая разница? С любой? Я это устрою? Ты поедешь в отель Прибрежный. Зарегистрируешь мой номер на имя мистера и миссис Смит. Анжелика вас накроет. Это поможет мне помириться с Анжеликой? Помириться? Ты женишься на ней? А если Анжелика задержится? Не задержится. Я прослежу за этим. Но что делать с этой женщиной, пока я буду ждать? У меня плохо подвешен язык. Хорошо, я скажу тебе. Вот. Я дам тебе схему. Давай, запиши её. Сначала зарегистрируйтесь как мистер и миссис Джон Смит. Мистер и миссис Джон Смит. Верно. Верно. Когда войдёшь в номер, закажи шампанское и омары. Шампанское. А можно заменить пивом? Конечно, нет. Шампанское. Ш-А-М-П-А. Но пусть будет вино. В-И-Н-О. Как мне её звать? Зови её Крошкой. Милой деткой. Крошкой, милой деткой. Потом помоги ей снять... Снять что? Монто. Нет. Монто вместо О-А. Мантью. Пусть будет пальто. К-О-Т-О. Потом обними её и поцелуй. Поцелую. Сади её на колени. Это нужно делать? Конечно, нужно. Ладно, я запишу. А что после колен? Неужели тебе нет воображения? Я боюсь в это углубляться. Я сказал, тебе достаточно. Иди собери свои вещи. Об остальном я позабочусь. Иди развлекись. Развлечься? Это меня убьёт. Не теряй в себе уверенности. Вперёд, мой мальчик. Шевелись. Джефферсон Хейвуд дома? Сейчас узнаю. Как мне вас назвать? У нас договорённость. Назовите ваше имя. Он ждёт меня? Назовите ваше имя. Что, если я не хочу его называть? Тогда я не буду знать, кто здесь, мадам. Хорошо. Скажите, что я здесь. Да, но... Я не буду рисковать своим именем после статьи, которую ты заставил меня опубликовать. Я рад, что ты пришла. Я пришла, как только получила записку. Пойдём, сядем. В чём дело? По мне мурашки бегают. Поли, ты знаешь, что я хочу жениться. Я тоже хочу замуж. Посмотри, какая я спокойная. Я хочу жениться на будущей неделе, и только ты можешь мне помочь. Помочь тебе? Когда мужчина женится, это единственное, что он должен сделать сам. Ты не понимаешь. Расскажи мне, и я пойму. Хорошо. Я хочу, чтобы ты встретилась с Рэджи. С тем, кого я опозорила в моей колонке? Встретишься с ним наедине. Это ничего. Это ничего. Это просто трюк. Тогда не я тебе нужна, а фокусник. Он совершенно безвреден. Если он окажется один в комнате с женщиной, он упадёт в обморок. Иногда они приходят в себя. До встречи. Сядь. Боже мой, не пугай меня. Я хочу, чтобы ты с ним поужинала. Сделаешь? Ну что ж, будет хороший ужин? Конечно. В моём номере в отеле Прибрежной. А потом, мисс Эмбри, его невеста, застукает вас. Когда меня застукала невеста в последний раз, все мои волосы остались в её руке. Твои волосы меня не волнуют. Зато они волнуют меня. Ты ведёшь себя странно. Тебе нужен врач. Пока. Иди сюда. Поля, мы всегда были добрыми друзьями. Да, пока ты не напугал меня до смерти. Сядь поближе. Давай сосредоточимся. Я рассказал тебе по телефону, в какую передрягу я попал. Если бы Анжелика застукала своего Реджи с другой женщиной... Понимаю. Внешность роли не играет. Любая сгодится. И ты выбрал меня. Спасибо. Нет, но ты великий скаут. Да, я Буффало Билл. Вы зарегистрируетесь как мистер и миссис Джон Смит. Мистер и миссис Джон Смит. Теперь я Пакахонтас. Для того, чтобы войти. Ты жена Реджи, миссис Джон Смит, на время. Жена на время – это по мне. Забавы и никакой домашней работы. Поищи другую кандидатуру. Может, ты права. Найду такую, которая сможет зажечь мужчину. И сможет научить его, как обращаться с женщиной. Да? Где находится отель Прибрежный? Ты не хочешь знать причину? Если не возьмёшь меня, пожалеешь. Я же сказал, не могу. Уезжай. И можешь не возвращаться. Нита, ты так не думаешь. Нет. Я так думаю. Оставь меня в покое. Очень хорошо. Я сообщу о приезде. Передай мои извинения, мисс Эмбри. Сделай ты сам. Прощай, дорогая. Фред! Итак, отель Прибрежный. Семь часов ужин. Надеюсь, у них есть мясо. Увидимся в четверг. Пока. Поли? Я знаю, что делать. Я его проучу. Я буду встречаться с самым худшим человеком в самом ужасном месте. Пусть он об этом узнает. Тогда он вернётся ко мне. Конечно, это твоё личное дело, но смотри, не наделай глупости. Алименты, лёгкие деньги, но это плохая плата за одинокие ночи. Шевелись! Шевелись! Ты задумал поиграть в гольф? Если Анжелика опоздает, я попрактикуюсь в толкании меча. Отправляйся. Иди через сад. Я всё подготовил. Реджи! Привет! Реджи, проказник, куда ты идёшь? Собственно, никуда. Ты ошибаешься. Ты поведёшь меня на ужин в самое плохое место. Я так рад, что это ты. Реджи! И кто это выдумал, что ты плохой? Куда мы пойдём? Всё организовано. Организовано? Отель «Прибрежный». Ужин на двоих. Реджи, ты прелесть. Где ещё нет? Реджи, я начинаю себя чувствовать такой плохой. Я тоже. Реджи, знаешь, это не на самом деле. Я знаю, это игра. Моя машина у ворот. Поедем в ней. Хорошо. Некоторые будут очень удивлены. Я надеюсь. Я слышал, как он назначил свидание на сегодняшний вечер. Подожди и увидишь. Послушай, дорогая, у меня важное дело. Я побежал. Я позвоню тебе. Пока, дорогой. До свидания, милая. Вот ты где. А где Реджи? Хочу, чтобы он исчез из моей жизни. Подожди. Всё кончено. Он сделал из меня посмешище. Вот он. Правда? Садится в машину. Один. Нет, там женщина. Женщина? Это Нита Лесли? Маленькая дрянь. О, Реджи, как же я в тебя ошиблась. Прошу прощения, где Нита? Заводит мотор. О, Реджи, как же я в тебя ошиблась. Что это? Что случилось? Ничего не случилось. Всё прекрасно. Мой Реджи путается с твоей Нитой. Что? Потрясающе. Они взяли с собой чемоданы. Я убью его. КОНЕЦ 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 Отвезёте нас в отель прибрежный? Что? К морю! К морю! Отель там! Эй! Отель прибрежный! КОНЕЦ 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 Сколько я вам должен? Сколько я вам должен? Сколько я вам должен? Два доллара будет слишком много? Да. Да. Дайте мне доллар. Мистер Джон Смит и жена. Желаете две комнаты? Нет, я буду здесь только одну ночь. Желаете одинарную или двойную кровать? А что лучше? Как вы обычно спите? На спине? Вы? Я дам вам двойную кровать. Джон Смит и жена от мистера Хайорда. Вы тот мистер Джон Смит и жена. Почему вы раньше не сказали? Будьте обязаны, зарегистрируйтесь, и мы немедленно позаботимся о вас. Вот здесь, мистер Смит, и мы позаботимся о вас. Я лучше подпишусь снова. Думаю, что так будет лучше. Должно быть, идет дождь. Коридорный, позаботьтесь об этих людях. Отвезти их в прачечную? Нет, в номер 636. В номер 636. Моя шляпа. Не сомните мою шляпу. Есть почта для мистера Гинсберга? Да. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке, мистер Смит? Все в порядке, мистер Смит, мистер Смит, мистер Смит. Все в порядке. Нет, спасибо. Ужинать не будете? О, да. Принесите вина. Не так громко. В чем дело? За продажу вина я могу получить срок. Если вас не поймает, сколько это будет стоить? 15 долларов за кварту. Принесите шампанское. Тогда 20. Принесите вина. Пиво дешевле. Пиво дешевле. Я говорил ему, что будете есть? Омаров. Леди тоже? Да. Три омара. Нет. Один мне и еще леди. Леди еще? Это три омара. Тебе придется съесть двух омаров. Вам это по карману. Скажите, вы помогаете отцу или матери? Моей маме. Да. Мой отец уехал от нас за день до того, как я родился. Он знал, что появится на свет. Реджи, дай мне платок. Я боюсь грома и молнии. И я их не люблю. Реджи, я промокла. Тебе нужно снять пальто. Реджи, я хочу надеть что-нибудь сухое. Может, что-то есть в чемодане? Реджи, почему у тебя в чемодане оказалась эта вещь? У меня всегда с собой эти вещи. Реджи, ты очень, очень нехороший. Где мне переодеться? Это похоже на кровать. Это кровать. Я чувствую себя такой порочной. Реджи, помоги мне расстегнуть платье. Помоги мне расстегнуть платье. Реджи. Реджи, стыдись. Реджи, не смотри. Иди в другую комнату и закрой дверь. Болит голова? Нет. Я просто играю. С женой. Думаю, что вы неплохо забавляетесь. Ваше вино и ваши омары. У омара нет одной большой клешни. Бывает, что они лишаются ее в драке. Почему вы не принесли победителя? Что-нибудь еще, сэр? Да. Я хочу, чтобы вы взяли одежду, мисс, и высушили ее. Хорошо. Не смей входить. Дай мне свою одежду. Ее тебе высушат. Я отдам одежду. Но ты не смей входить. Она не хочет, чтобы я входил. Я заметил. А вы? Вы тоже переоденетесь? Не смей сюда входить. Все еще играете. Могу я выйти? Да. Выходи. Амар, поцелдуй. Реджи, ты же сказал, что не будешь этого делать. Это в книге. В книге? Привет, крошка, милая, детка. Реджи, ты не должен говорить таких слов. Здесь что-то о твоих коленях. О моих коленях? Наверное, о моих коленях. Я знаю. Встань. Нет, не надо. Это есть в книге. Ты не должен. Сделай это. Она здесь будет с минуты на минуту. Пусти. Успокойся. Тебе нельзя уходить. Реджи, отпусти меня. Отпусти, отпусти. Реджи, не делай этого. Не смей пользоваться моментом. Я знаю, какой ты. Тебе нельзя уходить. Реджи. Она сейчас придет. Реджи, я прошу, не делай этого. Постой. Постой. Реджи. Не входи сюда. Не делай этого. Ты должна быть здесь, когда она придет. Реджи. 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 Ты ведь Реджи, правда? Да, мэм. Все будет просто. Иди сюда и не бойся. Я тебя не съем. Со мной тебе будет так спокойно, как в тюрьме. Джефф Хэйвуд сказал. Джефф Хэйвуд? Да. Джефф Хэйвуд? Он послал тебя сюда? Да. А что... Что, что? Ничего. Когда Джефф меня предупредил, я не поверила. Но он был прав. Он был прав. Он мне все объяснил, и я буду тебя учить. Учить? Да. Мы проведем репетицию. Репетицию? Практикум. Практикум. Ты знаешь, зачем мы здесь? Нужно что-то сделать, чтобы обмануть Энджи. Ты должен заняться со мной любовью. Где мне начать? В комнате мини. Сначала ты меня обнимешь. Одной рукой. За шею. Камси-камса. Ну, сделай это. У тебя что, гири на ногах? Меня ждет тихий вечер. Ты умер. От тебя не будет толку. Я пришла тебя учить не танцам. Попробуй еще раз. Жалкие смешные потуги. Тебе было бы больно. Загни их, загни их. Сделай полу Нельсон. Что такое с этой штукой? Она никогда не была в деле? Теперь скажи что-нибудь такое. Дорогая, дорогая, я тебя люблю безумно. Я не могу жить без тебя. Никогда не покидай меня. Ну, сделай это. Дорогая, я люблю тебя безумно. Я не могу жить без тебя. Никогда не покидай меня. В тебе кипят страсти разъяренного моллюска. Встань! Что, по-твоему, ты делаешь? Это что, любовная сцена? Выложи чувства в эти слова. Дорогая, я люблю тебя безумно. Я не могу жить без тебя. Никогда не покидай меня. Я куплю тебе кусок мяса. Пришлите ногу лошади. Ну, давай, ты знаешь, что нужно сказать. Давай, давай, скажи это. Дорогая, я люблю тебя безумно. Я не могу жить без тебя. Никогда не покидай меня. Притулился ко мне. Эй, не спи здесь. Это тебе не отдых в родном доме. А теперь поцелуй меня. Неа. Поцелуй. Па-а-а! 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 Теперь ты прячешься. Пять, десять, сорок девять, шестьдесят два, семьдесят один. Я иду искать. Я не твоя незамужняя тетя. Я должна принять участие в нормальной оргии. В нормальной оргии, в поцелуе. Я покажу тебе поцелуй. Попробуй еще. Прямо сейчас я буду флиртовать с тобой. Ты только мой. Поцелуй. Моя дорогая, я люблю тебя безумно. Никогда не покидай меня. Я не могу жить без тебя. Прошу прощения. Ты скрыл это от меня. Мама не хочет играть. Реджи! Реджи, спаси меня! Все в порядке. Теперь я знаю, что делать. Моя дорогая, я люблю тебя безумно. Я не могу жить без тебя. Никогда не покидай меня. Прошу прощения. Я... Минуточку. Что, черт возьми, ты делаешь? Практикуюсь. Практикуешься. И делаю полезное дело. Но Нита, это не та девушка. Ты же договорился. Не с Нитой, с другой. Со своей подругой. С другой женщиной. Она мне сказала, что делать. Я люблю тебя безумно. Не могу жить без тебя. Не покидай меня. Не бери это в голову. Где Поли? Поли? Поли. Поли. Миссис Джон Смит. Миссис Джон Смит? Женщина, которую я прислал. Она пошла в другую комнату, чтобы переодеться. Я найду ее. Послушай. Прогони Ниту. Ее муж все знает. Он ищет тебя и ее. Он рассердится? Рассердится? Он убьет тебя. И действуй быстро. Анжелика будет здесь в любой момент. Не входи. Нита. Не смей. Ты должна выйти. Все, все, все. Будет по-другому. Нет. Нет. Реджи Ирвинг. Нита в этой комнате? Ты подлец. Нита. Лила, ты пришла вовремя. Дело серьезное. Ты не знаешь, какой ты ужасный человек. Я была к нему несправедлива. Он посадил меня на колени и пытался поцеловать. Не могу поверить. Одевайся быстрее. Твой муж может быть здесь в любое время. Но я не могу идти без одежды. Она сохнет. Нита, поскорее позвони им. А я займусь Реджи. Поосторожней с ним. Он ужасный, ужасный человек. Реджи Ирвинг, ты понимаешь, что испугал девочку до смерти? Она немножко нервничала. Что с тобой такое? Почему бы тебе не выбрать взрослую женщину, которая знает правила игры? Моя дорогая, я люблю тебя безумно. Я не могу жить без тебя. Никогда не покидай меня. Он мормон. Он мормон. Реджи. Реджинальд, ты теряешь голову. Реджи. Реджи, Ирвинг, отпусти меня. Так. Ну что ж, я была права в отношении тебя, Лила. Что ты сделал с Нитой? С Нитой? Да, с Нитой. Где она? Нита пришла со мной, но она не знала, как играть в игру, в которую играла Лила. Маленькая козявка. Я пришла сюда, чтобы спасти Ниту от этого чудовища. И чтобы спасти Ниту, ты заняла её место на коленях Реджи. Энджи, не будь дурой. Я не знала, что у тебя компания. Реджи. Реджи, как ты мог? Ты обещал мне, что порвёшь со всеми этими салонными куклами. Почему ты лгал мне? Почему ты мне лгал? Почему, почему, почему? Что он значит для вас? Немного. Мы собирались пожениться на следующей неделе. Дорогой, как ты мог так поступить со мной? Разве ты не понимаешь, что своими словами и делами ты разбиваешь мне сердце? Ты не должен так поступать. Пойми. Я знаю её. Ты разбил мне сердце. Я всего лишь простая рабочая девушка. А ты жестоко обманул меня. Ты говорил мне, что я у тебя только одна. Твоя маленькая Тудлс. Значит, это Тудлс. Тудлс. Куда ты пошёл? Отойди от меня. Где Нита? Где, я спрашиваю? Её здесь нет. Где моя жена? Отвечай. Я не могу следить за жёнами каждого. Её нет? Её здесь нет? Нет, нет. Нет? Радуйся, что её здесь нет. Мистер Смит, что делать с одеждой миссис Смит? Вещи Ниты. Она здесь. Нита, ты там? Нет. Её там нет. Заходи. Илья, взломай дверь. У него гарем. Вот и ты. Фредди, спаси меня. Отстань. Что вы все думаете о ней? Она миленькая. Что ты сказал? Фред, я всё объясню. Да? Объясни, почему на тебе эта одежда. Мы попали под дождь. Пришлось переодеться. Да? Почему вы зарегистрировались как мистер и миссис Смит? Попробуй это объяснить. Да, попробуй это объяснить. Он пригласил меня на ужин и зарегистрировал нас как мистер и миссис Смит. Он расстегнул моё платье. Лучше не продолжай. Лучше не продолжай. Да уж, лучше не продолжай. Он посадил меня на колени, поцеловал и всё такое. Всё такое? Почему? Фред, не будь дураком. О, Боже, меня убили. Хозяин вызвал полицию. Это убийство. Убийство? Какой ужас. Джефф, увези меня отсюда. Уходим отсюда. Уходим из отеля. Попробуй объяснить это полиции. Фредди! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...